Дичьи 8, где сады игровых. Действительно, когда-то этот объект на профинтерна 37 вмещал несколько ясельных групп детского сада номер 92. Воспитанников перевели в основное здание, а это оставили для социальной сферы. Даже успели найти хозяев, которые займут половину первого этажа. Ими стали спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. В этом году они были вынуждены покинуть помещение на Диповской 18, из-за того, что через подвал проходила магистральная труба отопления. Было совещание, в течение недели нам предложили вот это помещение. То есть, когда я пришел сюда, это такая разница, как небо и земля. Здесь свежий воздух, свет. То есть, я очень благодарен. От всех ребят клуба большое спасибо нашему мэру. Раньше занятия посещало 83 человека. Председатель клуба Игорь Кузнецов считает, что скоро это число увеличится. Ведь к ветеранам добавятся новички-слэш-хоккеисты. А их инвентарь, возможно, будет храниться на складе, который здесь скоро оборудуют. Также на эти 400 квадратных метров добавят тренажеры, кардиозону и уголок с настольными играми. Найдем механизмы финансирования этого клуба. Текущую деятельность, спасибо правительству Алтайского края, они закрывают. У них есть смета, порядка полутора миллионов рублей, Игорь Валерьевич говорил о том, что выделяется. Может быть, и тут будет увеличение. Сейчас клубу осталось заключить договор аренды. Он, кстати, будет бесплатный. С ремонтом администрация также поможет. Не зря же эти спортсмены завоевывали медали на Паралимпийских играх в Лондоне и Пекине. Данил Кузнецов, день с толком.